Всем привет! На связи Роман Лаевский. Я вчера узнал, что бывшие лидеры компании FFI дурили голову большому количеству людей и в прямом эфире через интернет нагло лгали, показывая подставной рейтинг двух компаний. Они сравнивали рейтинг компании Forever Freedom International, в которой еще пару дней назад были одними из крупных лидеров. Я говорю про Сергея Столбова и Андрея Шаура. Сравнивали компанию FFI с компанией Green Food Global. Вот их сайт, он его также вчера показывал. И я видел, что Андрей Шаура, даже не покраснев, показывая подставной рейтинг на каком-то непонятном сайте, где совершенно нет никаких данных о компании FFI за последние несколько лет, он показывал, насколько компания Green Food Global круче, больше, успешней и популярней. Так вот, я решил проверить эту информацию и для этого зашел на всем известный во всем мире рейтинг сайтов Alexa.com. Все знают этот рейтинг как самый беспристрастный рейтинг сайтов в мире. И давайте посмотрим, какое место в этом рейтинге занимает сайт компании FFI. Видим. Значит, во всем мире 5744 место. Компания FFI занимает среди всех сайтов в мире 5744 место. В России 365 место. Среди всех сайтов. Представляете себе? Среди всех сайтов, которые во всем мире существуют, сайт компании FFI занимает 365 место в России и 5744 место в мире. Теперь сравним сайт компании Green Food Global, о которой Андрей Шаура отзывался как о глобальной компании. Посмотрим. Так вот, так называемая глобальная компания, сайт этой глобальной компании в кавычках, занимает во всем мире, во всем мире 257 313 место. Напротив сайта FFI 5744 место. Это сайт FFI, это сайт FFI, и 257 313 место сайт Green Food Global. Ну а в России, тут вы сами видите, если сайт компании FFI занимает 365 место, то сайт Green Food Global занимает 186078 место. А теперь давайте посмотрим в сравнении. Давайте посмотрим детали и посмотрим в сравнении. Итак, вот мы видим график развития компании FFI. Вот он до 2011 года был около нуля. И когда Олег Григорьевич Пермяков пришел в компанию со своей системой прав ТВ, вы посмотрите, что происходит. Здесь есть несколько параметров, несколько показателей. Вот посмотрите, что происходит. Теперь добавим сюда, в этот же график, график компании Green Food Global. Вот я его сюда вставляю. Задумался. Сайт Алекса. Вот так, еще раз. Итак, смотрим. Видите, у нас появилось два сайта. MyFFI.biz синим, график. И Green Food Global.com красным. И вы видите, да, разницу. График развития компании FFI. И рядом, вот здесь, ну вернее не совсем рядом, а в самом-самом низу у подножья сайт компании Green Food Global. Посмотрим по другим характеристикам. По другим характеристикам видим. Это популярность компании FFI. А вот здесь вот внизу, красным, Green Food Global. Вот видите, Green Food Global.com красным цветом, поэтому его график красным. MyFFI.biz синим цветом. Поэтому график синим. Смотрим другой график. То же самое. Видите, как развивается компания FFI с момента запуска системы Прав TV. И как развивается компания Green Food Global. И к сведению я узнал, что компания Green Food Global появилась значительно позже компании FFI. FFI создал эту компанию бывший дистрибьютор компании FFI. И логично думать, что продукт и производство продукта, право на производство продукта принадлежат именно компании FFI. То есть здесь любой здравомыслящий человек должен понимать, что если дистрибьютор компании FFI, который со скандалом покинул эту компанию, был терминирован, создает свою компанию с подобным продуктом, то тут нужно задуматься о легальности этой компании и о качестве этого продукта. Так что желаю вам всем здравомыслить. До свидания.